Чтобы защитить сеть от несанкционированного доступа, лучше не отключать доступ с парольной защитой и настроить его необходимым образом. О чем речь и пойдет в данном видео уроке. Первым делом давайте обратно отключим доступ с парольной защитой, это мы точнее включим доступ с парольной защиты, делали мы это все экспериментировали на десяточке. Так, ну это пока он помнит, что мы собственно сеанс у нас еще не завершен, но к примеру, вот кстати один из моментов, если вам что-то нужно без перезагрузки протестировать, то можно сделать управление, вообще открытые файлы, так нет сеанса, вот все, как видите он автоматически закрыл, если у вас он все-таки подключается к этому ресурсу, мы можем здесь принудительно завершить сеанс этого пользователя и собственно видите сейчас его нет и на всех новых пользователей отрабатывает как раз доступ с парольной защитой. Сейчас вот я пытаюсь войти, он мне говорит нет братан вводи имя пользователя и пароль. Как мы через данным способом в общем можем организовать более-менее безопасный обмен информацией внутри нашей локальной сети. Смотрите, когда выполняется настройка вот этого момента по поднятию общей рабочей группы, логика там заключается в чем? Да, эта история довольно-таки глючная, но логика заключается в чем? На каждом компьютере создается определенный пользователь с названием рабочей группы и эти компьютеры друг с другом взаимодействуют через эту учетную запись. Мы сейчас сделаем все то же самое, однако мы это сделаем вручную. Так как, ну еще раз скажу, на моем опыте крайне глючно, то он неправильно какой-то пароль для вот этой учетной записи для подключения к рабочей группе, то он просто ее не видит. В общем разные истории, поэтому лично я делаю вот таким образом. В общем задача у нас сейчас на каждой машине создать одну и ту же учетную запись и когда мы будем подключаться друг другу к этим компам, мы просто укажем эту учетную запись и будем понимать, что под этой учеткой работают компьютеры через сеть, то есть предоставляет доступ к учетной записи, допустим офис у меня она будет называться. Мы понимаем, что все внутри нашей локальной сети, кто знает учетную запись офис с ее паролем, может подключаться к компьютерам и к тем ресурсам, которые мы делаем общедоступной для соседних сотрудников. Если вдруг появляется какой-то неизвестный комп, в ситуации если бы у нас был отключен доступ с парольной защитой, он бы также мог подключиться к любому компу и посмотреть что у нас есть. Но так как она у нас включена, а он не будет знать пароль от учетной записи офис, который является, ну как бы такая стандартная для работы в сети, для обмена информацией по сети между компьютерами, то он будет получать вот такое сообщение и никуда не сможет просто так у нас подключиться. Давайте все это дело реализуем, может быть поначалу не очень это дело понятно, но сейчас исправим это. Все поймете. Открываем управление, начнем мы с десятки. Пользователи, создать новый пользователь и имя у него будет офис. Обязательно должен быть пароль, если не будет пароля, то мы ничего не сможем подключиться. Для учетных записей, так скажем, вот сетевых, через которые мы по сети подключаем с каким-то ресурсом, обязательно должен быть указан пароль. Здесь я делаю так. Все, учетная запись офис создана. Давайте попробуем теперь войти. Что он нам говорит? Вводим офис. Пока не будем запоминать. Вот видите, жмем ok и он нам открывает доступ к папке обмен. Смотрите какая история. У нас доступ к обмену. Почему открыт? Да потому что к обмену у нас у всех доступ открыт. К примеру, давайте мы уберем доступ у всех, оставим только для учетной записи допустим. Вот этой локальной. User Station 2.0 и посмотрим, что у нас произойдет. Обновить. Все. Теперь мы сюда заходим. Он говорит, к данной учетной записи доступа нет. Если мы хотим предоставить, то добавляем сюда учетную запись офис. К примеру, пусть да, ну по умолчанию, давайте пусть только для чтения. Для начала проверим. Таким образом доступ есть. Удалить что-нибудь не пытаемся. Не можем. Хотим предоставить доступ на чтение запись. Тогда делаем полный доступ. Все. Создавать папки можем. Удалять файлы можем. В общем, как вы видите, через вот эту учетную запись офис мы теперь можем взаимодействовать вообще с данными машинами по сети. Если мы зайдем на эту машину, так, во-первых, у нас здесь все еще включен доступ с парольной защитой. Здесь аналогичную историю. Включаем доступ с парольной защитой. Вот это нам нужно будет выполнить на всех машинах. То есть на каждой машине должна быть учетная запись офис. Она является универсальной и через нее мы можем защититься от каких-то сторонних компьютеров. Давайте теперь попробуем сюда зайти. Запрашивает данные. Теперь давайте укажем запомнить учетные данные и проверим, что это нам, собственно, вообще дает. Ну, давайте на рабочем столе. Видите, здесь мы уже указываем не все, а офис. Добавить, запись, поделиться. А, ну, вот, понятно. Общая папка была создана, потому что создали на рабочем столе. Как вы видите, общий доступ действительно есть. Теперь давайте сделаем следующее. Перезагрузим эту машину. И разберемся вот с этим моментом, с галочкой, которую мы указывали, сохранить эти учетные записи, ну, учетные данные, чтобы в следующий раз не было необходимости их вводить. Проверяем. Мы, получается, сохранили для Windows 11, а для Windows 10 не сохраняли. Давайте, вот, как вы видите, у нас это дело сохранилось. Windows 11 можем зайти, Windows 10 не можем. Заново он у нас запрашивает. В чем фишка? К примеру, допустим, кто-то на этом компьютере поменял пароль для Office. Ну, для Office, точнее, эту учетную запись сменил пароль. И вот эти данные, которые у вас сохранились, они-то не изменились. И вы, получается, будете пытаться подключиться к этому компьютеру, у вас будет выдаваться ошибка, мол, нет доступа. Все из-за того, что сменился пароль. Поэтому полезно знать, где вообще хранятся вот эти пароли. Переходим в наш любимый панель управления. Здесь учетные записи пользователей, администрирование учетных записей. Вот, смотрите, учетные записи Windows, которые были сохранены. Мы видим, что для компьютера Station 3.10 была сохранена учетная запись Office с определенным паролем. И мы можем под ней входить. Если мы сейчас удалим из хранилища. К примеру, вот сменился пароль. Вы поменяли или что-то, но он продолжает под ним входить. Мы можем что сделать? Либо можем изменить. И здесь меняем пароль. Либо удалить из хранилища. Пытаемся заново войти. Но указываем уже новые данные. Ну, надеюсь, понятно. Собственно, вот эти вот все сохранения у нас находятся вот здесь. Администрирование учетными записями. В данном случае я уже ничего не сохранил. Такую же историю нам нужно сделать для семерки. Создать данного пользователя. Да, это неудобно. Если у вас в офисе, допустим, ну не знаю, 10 компов. Вам нужно с этой машины к каждому компу подключиться через эту учетную запись в офис. Сохранить в памяти системы. Но у вас будет определенная стандартная учетная запись, через которую компьютеры будут взаимодействовать друг с другом. Так скажем, это такое довольно-таки условное распределение прав, так как логичнее вообще распределять права по отдельным пользователям и даже отделам. Что наилучшим образом реализовано как раз таки в доменной сети, то есть в сети на основе выделенного сервера. Однако я в конце данного модуля покажу вам один из способов, как можно сделать максимально безопасный файловый сервер с распределением доступа по отделам для вот подобной одноранговой сети. Продолжение следует...